Ну и третья книга, она художественная, она во многом про то, что такое искусство, и во многом иносказательна. То есть там, конечно, нет сюжетов почти, но эта книга говорит с нами о том, как устроено наше восприятие истории. Истории, в принципе, рассказывается, как устроено наше восприятие мифов, сказок. И что это немаловажно на самом деле, даже в сегодняшний день, потому что, по большому счету, человек придумывает себе сказку про свою маму, придумывает себе сказку про свою возлюбленную, придумывает себе сказку про своего друга. Он не знает всей жизни своего друга. Он знает какие-то факты, которые ему наиболее интересны, и он соткал из этого ковер какой-то истории. Поэтому филологическое восприятие, оно неизбежно. Это некоторое упрощение, это как художник, который рисует, упрощая реальность, хочет он того или нет. Нет, он ее делает плоской хотя бы. Даже если работает в жанре гиперреализма. Так вот, третья книга, которую я порекомендую, это Борхес. Ну, найдите какую-то книгу Борхеса, где он анализирует «Тысяча и одну ночь», где он анализирует «Алиф», где он анализирует понятие лабиринта. Мне кажется, что эта книга сильнее всего на меня повлияла. И я настоятельно вам ее рекомендую почитать. Потому что много есть литературы, как я ее называю, бразильская литература, которая такая мистическая, такая экзистенциальная. Вот эти алхимики все. Ну, уже слишком совсем похожи на сказку. Борхес все-таки значительно более похож на ученого, на человека, который видит мир в деталях. А не преображает, не заполняет все пространства, где ему что-то непонятно, вымыслами. Он действительно показывает детали. Вот это три книги, которые бы я вам рекомендовал тем людям, которые спрашивают меня о том, что им почитать. Спасибо большое. Добро пожаловать на мой канал «Диалоги с поколением». Обязательно подпишитесь, поставьте себе по колокольчику, потому что видео выходит редко. То есть, может быть, два месяца не быть видео. Но чтобы вы точно узнали, что оно вышло и не забыли про это, про существование канала, поставьте себе колокольчик, и будет классно. Спасибо большое. Ставьте лайк.